Когда мы впервые заговорили о написании нового альбома, никто из нас не знал, когда или как мы начнем это делать, с каким лейблом будем сотрудничать и получится ли у нас вообще. Люди постоянно спрашивали нас, «Вы сочиняете новые песни? Когда планируете выпустить новый альбом?» Мы честно отвечали, «Да, мы пробуем, но пока ничего не случилось». Я до сих пор удивляюсь, что, несмотря на концертную деятельность и тур с Брингами за Хорайзен, никто даже не догадался о том, что мы собирались записать новый альбом. Мы начали сочинять новый материал довольно давно. Я считаю, что отсутствие давления со стороны лейбла является главной причиной, почему новый альбом действительно хорош. На текущий момент почти невозможно делать что-то и оставаться незамеченным из-за средств массовой информации. Тебе просто нужно это принять. Приятно, что нам удалось сохранить новый альбом втайне на какое-то время. И должны быть еще вместе. Если мы можем произойти несколько интересных шансов, вместе будем провести новую альбом втайне на какие-то время. Хороший момент! Сейчас мы с вами всегда покажем, чтобы мы сможем подождаться в своем острове. Хороший момент! Так, добро пожаловать. С тех пор, как мы распались, и Аарон вернулся в группу, наши жизни полностью поменялись. У кого-то появились дети, работа. И в целом жизнь бьет ключом. Аарон живет в Салт-Лейк-Сити, Спенсер в Нью-Йорке, а половина из нас до сих пор в Тампе. Поэтому мы понимали, что не сможем записывать альбом так же, как и раньше. То есть находясь вместе постоянно. У нас ушло очень много времени на создание песен для альбома. Причем они не сильно отличаются от своих ранних версий, которые мы сочинили еще на репетициях. Я считаю, что студия — это то место, где ты растешь и можешь создать что-то действительно стоящее, буквально из ничего. Было почти невозможно собрать все вместе из-за разных расписаний. Поэтому мы просто начали сочинять. Мы с Крисом собирались и пытались придумывать музыку. Аарон и Спи делали то же самое. Они могли слетать друг друга в гости и без меня с Крисом. Но так как мы до сих пор живем в нашем родном городе, и при необходимости можем собраться на моей студии. Так что Аарон, Спи, Крис и я начали разрабатывать песни для альбома. Чем больше мы этим занимались, тем чаще обсуждали наши идеи, то, как будет проходить процесс записи, и сами песни непосредственно. Так мы решили отправиться на студию на один или два месяца, взять с собой все личные идеи и демо-версии новых песен, начать обсуждать их и сочинять совместно. А затем посмотреть, что у нас получится в итоге. Этот альбом мы сделали самостоятельно, уже без Голдмана. Нам было необходимо двигаться дальше и покинуть зоны комфорта. Мэтт Голдман работал с нами на Chasing Safety, затем Define the Great Line, Lost in the Sound и Disambulation, уже с другими участниками. Мы хотели сделать все иначе, а не возвращаться к комфортным условиям. Голдман великолепен. Обратиться к нему — беспроигрышный вариант. Но этот альбом не должен был быть таким, как предыдущий. Он должен всех выбесить, подлить масло в огонь. Если не так, тогда для чего мы его вообще создаем? Все рады, что ты выпустил альбом. Через месяц о нем уже забывают, а ты так и остаешься топтаться на месте. Каждый в группе ощущал, что мы не только добьемся своего так или иначе, но и то, что нас потянет к своим же старым зонам комфорта, старым привычкам. Поэтому мы хотели записать альбом так, чтобы это расширило наше мировоззрение. Но в то же время у нас не было лейбла. Мы сотрудничали с Tufan Nail на протяжении всей карьеры. И вот нам впервые выпала возможность сменить лейбл. И мы подумали, почему бы не попробовать поработать с другим продюсером в том числе. Это не в духе андерроута, но в этом есть что-то такое. Мне нравится. Я полностью за это. Крис? Я, оборвавшись на этом моменте, вступают, блядь, все инструменты сразу. И начинается вокал. Барабаны как в первой части? Нет. Я говорю, первая часть снова играет. Затем обрыв. Затем обрывается. Вот так. И появляется вокал. Первая вокальная партия. Если мы избежим сложных риффов в этой песне. Да. Я думаю, получится в точности то, о чем мы говорим. Да. Это просто огонь. Очень круто. Хочется двигаться. Я не знаю, как буду играть под это. Это безумие. Аарон красавчик. Есть дубль. Мы виделись вчера. Но я до сих пор тебя не знаю. Один, два, три, четыре. Мы решили связаться с Мэттом Сквейром, который впоследствии стал продюсером альбома. Он странный, потому что 10 лет назад работал над альбомом Trice, Артист in the Ambulance, и другими крутыми рок-альбомами. Но потом его унесло в поп-музыку. Он работал с Орианой Гранде, Аврил Лавин, One Direction. Если бы это происходило 10 лет назад, и мы бы увидели его послужной список, то сразу бы отказались. Но вместо этого мы связались с ним. Просто позвонили ему. Без каких-либо условий, предоплат или договоренностей. Мы решили пообщаться, и он просто снес нам башню, сказав, «Эй, я не участвовал в подобном почти 10 лет, и я просто умираю от желания сделать крутейший рок-альбом». И он сразу же начал выбирать моменты в наших старых песнях, а точнее гитарные и басовые партии, или аранжировки, которые ему нравятся, и за счет которых, по его мнению, нас узнают. Таким образом, он хотел сохранить ДНК Андерлоп в новом альбоме. Из всех продюсеров, с которыми мы связывались, он знал о нашей группе больше всех. Он говорил, «Я ваш фанат. Я понимаю вашу музыку. Я люблю то, что вы делаете, и хочу поднять это на новый уровень вместе с вами. Я не хочу на вас влиять. Не собираюсь стараться вас изменить или стараться втиснуться в процесс. Просто сочиняйте свой альбом, и позвольте мне вам помочь». Очевидно, их старые записи звучат просто превосходно. Продюсеры проделали невероятную работу над тем, чего ребята хотели добиться в то время. У меня немного иной подход, и парни как раз хотели чего-то другого. Да, мы все живем в одном мире, используем одно и то же оборудование. Мы можем сделать крутой альбом вместе. Но их беспокоило другое. У нас в группе много композиторов. Сможешь ли ты привести нас к общему знаменателю? Это самое главное, что нам необходимо. Ведь все мы умеем писать песни. Все мы можем записать тонну разных демок. Поэтому нам нужен человек, который захочет окунуться в процесс создания вместе с нами, и сможет извлечь пользу из столкновения наших странных личностей. Мэтт тот, кто нам нужен, потому что он умеет сочетать многие несовместимые вещи. Продолжение следует... Я действительно не слышал о нем ранее. Его рекомендациях были «Ариана Гранде», «The Receiving End of Silence», «Трайс» и что-то еще, типа «Паника до диска» или «Олл Тайм Лоу». В общем, он работал во всех направлениях. Мы созвонились с ним и сказали... Они буквально сказали мне, «Мы не знаем, какой альбом мы хотим написать, но нам нужен человек, который будет говорить нам, что делать, и каким альбом должен быть, стремиться ли нам попасть на радио или нет, и все подобное». А я ответил, «Приходите, поговорим. Мне не важно, придете вы с материалом или без. Разберемся на месте». Я решил, что он тот, кто нам нужен. Было захватывающе просто сесть на самолет и отправиться на встречу с незнакомым человеком. Мэтт специализируется на нюансах. Он вносил поправки в структуру, аранжировки и общую атмосферу альбома. И нам казалось, что чем-то из этого нам придется пожертвовать, поэтому возникало очень много споров в процессе. За первую неделю работы мы все сидели и чесали головы с вопросом, «Зачем вообще мы это начали?» Но прошла неделя, и мы уже были заряжены на результат. Весь процесс был очень странным и молниеносным. Ты такой, «Давай уже включай это скорее». «Погоди, разве так и должно быть?» «А, стоп, звучит-то отлично». За все время существования группы мы регулярно проходили через двухлетний цикл, написали альбом, записали его, выкинули все эти магазины и поехали в тур года на полтора, чтобы потом повторить по-новой. Так что от нас ожидали альбом каждые два года. Но переходя к записи альбома, мы всегда были хорошо подготовлены к этому. Во время репетиции перед концертами мы просто оттачивали свои идеи года по полтора. С новым альбомом мы проделали похожую работу, подготовили демки заранее самостоятельно и принесли на студию для совместной работы. За долгие годы у нас накопился резерв с разнообразным материалом, над которым кто-то из нас успел поработать. Например, когда-то Тим работал над своим сайт-проектом, который таки не увидел свет. Он принес материалы на студию и сказал, что если попробовать использовать что-нибудь из этого для нашего нового альбома. Так же было с вещами, над которыми я работал, но не закончил. То же самое с Ареном и Спенсером. Мы собираемся за столом, разгребаем огромное количество материала. Я не ощущал давления, пока мы не пришли на студию. И вот тогда я в панике осознал, что мы действительно записываем новый альбом. Мы со Спенсером сочинили тонну новых песен. Это в разы больше, чем мы сочиняли обычно, собираясь в шестером. Сочиняли 10 или 11 треков. Записывали, выпускали альбом. Такая была схема. Но на этот раз получилось около 30 песен на четверых. И это действительно много. 30 песен — это как 30 свежих идей. Мы все принимали участие в написании новых песен. У каждого из нас есть свой взгляд на вещи и жизнь в целом. Не пытаясь сделать вид, будто нас связывает какой-то общий ДНК. Каждый из нас брал весь свой материал и приносил его на студию. И если хотя бы двум-трем людям он нравился, мы старались прорабатывать его. Сегодня первый день. Давайте пройдемся по материалу, который вы принесли, и начнем отбираться. Давай. Пойдем по порядку, как в другбоксе. Я бы изменил, чтобы звучало не так, будто это бас. Мне нравится. Другой риф был лучше. Да. Нам предстоит от многого избавиться. В том числе от брейкдаунов и тяжелого дерьма. Как вообще делается препродакшн? То есть, что значит импровизация на препродакшн? Серьезно? Да. Мы только начинали записывать барабаны. Да ну нахуй. Я как-то делал препродакшн на своей студии. Да ладно. После стольких альбомов? Серьезно? Мы никому не позволяли продюсировать альбом. Обходились без продюсеров. То есть, не было человека, который переписывал бы партии. Я думаю, нам понадобится 2-3 недели на препродакшн. К концу этих 2-3 недель мы сядем и точно так же прослушаем весь записанный материал, чтобы понять, что еще можно. Типа изменить, убрать или добавить прибег. Где-то дописать, где-то что-то добавить, типа косметических изменений, а после этого запись. Препродакшн — это то, чего мы не делали раньше. Плотное расписание тура не позволяло. Кстати, поэтому мы и распались. Мы заработались. Банально не хватало времени. На этот раз нам пришлось изменить размер группы для написания песен. Сочинять материал нам пришлось по отдельности, а при записи на студии нас было всего четверо. Многие вещи на новом альбоме были сделаны кем-то индивидуально, нежели на предыдущих. Конечно же, это были вынужденные меры, так как многие из нас живут в разных местах географически. Я думаю, это только к лучшему, так как это дало нам импульс сочинять новую музыку постоянно, а не только, когда мы собираемся вместе всей группой. На этот раз мы всерьез занялись препродакшном. Мы брали готовые песни и разбивали их на части для детальной проработки. Но разве ты станешь включать в свою песню партии вокала или текст, который тебе не по душе? Конечно же, нет. Так как мы пришли на студию с большим количеством демо-версий песен, препродакшн позволил нам распланировать запись каждого инструмента. К примеру, мы записали вокалы, записали бас, гитары, записали клавишные, барабаны. Это финальная партия барабанов? Наверное, нет. Ты уверен в этом плагине для клавиш? Наверное, нет. Оставим этот гитарный звук? Наверное, нет. Это финальная партия вокала? Я думаю, нет. Но структура уже составлена и продумана. И даже если при таком раскладе песня звучит хорошо, это потому, что она была разбита на части и детально проработана. Вместе с Мэттом мы прослушали все демы, какие у нас были. В большинстве своем они представляли собой разные начала песен или гитарные риффы. Мы просто садились и слушали их от начала и до конца, обозначая цветными маркерами самые перспективные из них. Например, вот эта песня почти закончена. Над ней можно поработать. А вот эту лучше разобрать на партии, так как в ней есть неплохие риффы. Но это не значит, что мы обязательно их используем. Там наши работы заметно возрос в сравнении с работой над нашими предыдущими пластинками. Я думаю, это происходит потому, что мы стали более сосредоточенными, более рациональными, более уверенными в себе. Теперь, после пяти шагов вперед, мы останавливаемся и оцениваем всю ситуацию. Я думаю, самое главное, чему мы научились при записи нового альбома, это слушать и понимать, что мы делаем. Ведь на других альбомах мы просто... То есть, многое было сделано в приложении GarageBand с записанными поверх гитарными риффами. У нас всегда хорошо получалось сочинять на скорую руку. Поэтому песню, которая наверняка будет первой на альбоме, мы сочинили прямо здесь. Я считаю, мы многое сделали правильно, но ошибались, когда отказывались от чего-то, не попробовав. Например, хотите попробовать сделать радиоверсию? Нет. Как насчет поработать с этим продюсером? Нет. Почему? Он работал над альбомом вот этой группы, и они полный отстой. Терпеть их не могу. Мы привыкли делать поспешные выводы во многих вещах, а я особенно. Но я всегда рассматриваю нас как одну персону. Мы привыкли к комфортным условиям. Мы любим то, что нам нравится, и все. Но при записи нового альбома, нам не хотелось держать в уме то, что мы делали ранее, или идти старыми путями. Мы просто хотели попробовать что-то новое. Мы действительно были расположены к новым вещам, зная, что создание этого альбома будет отличаться от предыдущих. И не пытаясь повторить старые успехи, просто хотели двигаться в совершенно новом направлении. Большую часть времени на студии при записи проводил Тим, я, Спенсер и Аарон. Я вспоминаю, что мы четверо всегда были основными композиторами в группе. Но Джеймс и Грант также играли важные креативные роли в процессе создания музыки. Просто немного в другом ключе. Мы привыкли ставить точки в конце предложения. Прежде чем остальные ребята начнут уносить поправки, говоря мне, «Я понял тебя и послушал песню до конца, но я думаю, тут недостает кое-чего». Или «Это крутая песня, но почему она восьмая на альбоме?» «Она должна быть первой». Работать с Джеймсом всегда легко, ведь он понимает все за секунду. Он просил не привлекать его к записи. С Грантом немного труднее. Он очень расстраивался, что не смог принять участие в записи, и я его понимаю. Какое-то время я злился на него, мол, он заебал. Неужели трудно вырваться на месяц? Но теперь я понимаю. Ведь если бы я был на его месте, я бы, наверное, покинул группу. Сам факт того, что у него хватило мужества остаться в стороне от записи и не уйти, показывает его стойкий характер и недюжинную любовь к Андерову. Вряд ли они были так же вдохновлены процессом, как и мы, осознавая, что он проходил без их участия. Когда ты на студии, очень легко загнать себя в тупик. Тебе кажется, что здесь уютно, у тебя неплохо получается, и все инструменты звучат отлично. Из-за этого ты можешь очень легко отвлечься. Поэтому очень круто, что у нас есть Джеймс и Грант. Не обязательно здесь на студии вместе с нами, но они прекрасно знают, как мы должны звучать, и могут впервые услышать новую песню в наушниках, находясь в самолете, и сказать тебе, «Меня это не вдохновило так, как тебя, на твой взгляд». Может быть, это не то, чего хотела бы вся группа. И мы неожиданно понимаем, что они правы, и нам нужно вернуться на студию и еще поработать над песней. Или забить на этот трек и двигаться дальше. Находясь здесь на шестидесятый день с законченным альбомом, мне трудно думать, что этот альбом еще требует какой-либо доработки. Зачем ты прыгающий? Круто! Только бас? Да, только бас. Отлично. Гитара играет тоже, или с другой поля ритмией? В моей голове это звучит здорово, словно звуки сплетаются. А затем бас. Мне очень нравится. Почти придумал. И это пушка! Запускай запись. Да, сэр. Я предлагаю спеть вот так. О, это круто. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Можешь подвинуть это на момент с барабанами? 1, 2, 3, 4. Да. 1, 2, 3, 4. Да. 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. 1, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 7. 1, 7. 1, 6. 1, 7. 1, 7. Чувак, очень плотно И после этого надо добавить гитары, бас и вокал В этой первой тихой части будет одна вокальная партия А в другой тихой части другой вокал Ближе к концу обе вокальные партии играют в унисон Так было задумано с самого начала Ага, песня огонь Но она совсем не походит на другие по звуку Это нормально, вполне нормально Может нам стоит сделать звук другим? Мне кажется стоит Не-не-не, это отличительная черта песни А сама она очень плотная Идет первая неделя записи А половина альбома уже закончена А мы начали ее А половина альбома уже закончена А мы начали ее в среду Поэтому доделаем ее Мы уже сделали лоунлинес и песню девяностых И ту другую Я не предлагаю искать место на альбоме для каждой написанной песни Но и задерживаться на каждой из них тоже не надо Напишем еще И потом будем выбирать те, которые войдут на альбом Давайте просто создавать А не пытаться вкиснуть квадрат в круг Где ему не место Будь как будет Да, будь как будет Моя самая любимая часть при создании музыки Это креативное С введением вместе нескольких разнообразных стилей и личностей И этим ребятам, как никому, необходим такой подход Обычно все складывается по такому сценарию Мол, эй, давайте поработаем над вокальной партией вот здесь А через мгновение мы уже обсуждаем, что партия недостаточно странная То есть она должна быть странной настолько, чтобы думать во время прослушивания Не представлялось возможным Петь I'm not making sense Так точно Времени нет формы Я думал, что у нас никогда не получится что-то подобное Что мы никогда не найдем продюсера, который поймет нас Захочет делать странные партии еще более странными А также по несколько раз переделывать другие партии И акцентировать внимание на нюансах Допустим, эти парни могут записываться с кем угодно Но не у каждого получится задействовать всех участников И не заставить кого-то чувствовать себя за бортом Это их главная сложность У них довольно разный интерес и разные вкусы в музыке Если тебе удастся все это совместить, это будет андроу И получится круто Если же ты примкнешь к одной из сторон То даже одной песни с ними не получится Мы вернемся завтра И все станет дерьмово звучать Да нет Я хочу Вот бы так звучало всегда Я хочу такой плагин, чтобы звучало Я просто хочу, чтобы звучало грубее Потому что сейчас это звучит как Нет, это не так Звучит как Нет, это не так Я думаю, надо грубее Да так и звучит Парни правы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песни звучат и так, и так, и по-другому Есть моменты, как у Ниньич Нейлз Или Радио Хэт А тут рок-моменты, как у Фу Файтерс И все они, как бы, находят свои места в теле альбома У каждой песни есть своя уникальная ДНК Но можно отличить, что все они отпрыски одной семьи Я думаю, что нашей основной проблемой в прошлом был очень ограниченный творческий подход ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твой метроном дерьмо Она должна была быть инструментальной Она стала полноценной песней Со всеми этими неуклюжими приемами Громкими барабанами и хай-хэтами поверх силу Меня это слегка расстраивает Но мне кажется, мы неплохо потрудились Но это только кажется Поживем, увидим Самую серьезную работу с новыми песнями проделал Крис И это было то, чем он не занимался до этого Разумеется, он всегда присутствовал на записи, дополняя песни Но на этот раз он был тем, кто создал большинство этих песен здесь И почти все они основаны на зарисовках, которые он принес в своем телефоне Он заметно продвинулся, как композитор и редактор текстов И почти весь бэкграунд, который вы услышите в песнях, его рук дело Крис определенно работал больше, чем обычно Особенно на тем, как сделать структуру песен круче И у него лучше всех получалось сохранять истинный дух Андроф Темп 190, поэтому мы можем... Да вы только гляньте на этого парня А что, нормальный темп? У него синтезатор прямо в телефоне Пока не знаю, каким будет этот бит, но нужно что-нибудь, типа... То есть, просто охуенно, но это телефон Тим и Крис во многом похожи Тим очень заинтересован в сохранении истинного духа Андроф Он всегда полон жизни и хочет делать новые, непохожие вещи Он способен на... То есть, он записывал все гитары на альбом Каждую ноту, каждого струнного инструмента, что довольно безумно для одного человека Ни для кого не секрет, что Андроф всегда играли на гитарах и басу Поэтому он буквально записал почти все Но он, как и Крис, мог взять что-нибудь скучное или простое Из того, что мы записали со Спенсером И заставить это звучать как Андроф Каким образом мы должны брать все наши идеи и работать с ними в уважительном ключе? В прошлом было так У альбома есть определенное настроение Значит, тот и вот тот И этот треки не войдут на альбом Теперь же все происходит иначе Кто-то из нас скажет Мне не очень нравится этот трек Давайте попробуем сделать так, чтобы он звучал как мы И каждый был доволен Таким образом, нам удается сгладить углы И добавить дополнительную структуру Или наоборот Упростить немного, чтобы песня обрела дух Андроф Как-то так, понимаете? Мы никогда не делали ничего подобного А барабаны... Барабаны должны быть такими Супер мощно Да, это круто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается Спенсера Он очень изменился Словно стал другим человеком На протяжении долгого времени Мы собирались вдвоем И писали тексты песен каждый день Еще до того, как приступили к записи На новом альбоме Вы услышите не только агрессивный скрим-вокал Но и интересные, чувственные мелодии Которые мы ранее не использовали А может быть, старались избегать намеренно Я всегда писал о том, через что проходил сам Это реальное дерьмо Новый альбом отличается от предыдущих Потому что, исполняя эти песни Я нахожусь в другом состоянии, нежели когда я писал их Раньше такого не было Обычно я пишу о дерьме, в котором погряз головой И не могу из него выбраться Это отстой Но если ты способен вытащить себя из проблемы Которая неоднократно возникала ранее в этом году Или полгода назад Или два года назад Или когда мы только приступили к записи альбома И наконец-то смог уяснить себе, что Я не хочу больше переживать это Не хочу больше употреблять Так этот альбом стал моим стимулом Покончить с наркотиками раз и навсегда Я увлекался ими так долго, что они стали неотъемлемой частью моей жизни Я задавался вопросами Почему я продолжаю употреблять? Ведь я уже избавился от зависимости Неужели я просто хочу продолжать этим заниматься? Или это и есть зависимость? Я мог контролировать это и обходиться без наркотиков Но все равно продолжал повторять одну и ту же глупость Пытаться быть обдолбанным постоянно Я не понимал, почему наступаю в одну и ту же кучу дерьма Снова и снова Это уже не весело, как раньше Тебе постоянно плохо, когда ты не упорот И каждое утро начинается с сожаления От осознания своей беспомощности Это очень стрёмно И я просто сказал себе Достаточно Я больше не хочу этого Это первый альбом, во время создания которого Я не употреблял тяжелых наркотиков И пребывал в идеально трезвом состоянии Исполняя песни, отражающие проблемы Которые еще недавно казались неразрешимыми Ко мне пришло осознание того Что эта глава в моей жизни закончена Я хочу, чтобы люди, слушая альбом Усвоили главную мысль, которую я всегда держу в голове Ты не одинок Хочется быть искренним И если эта искренность заставит людей чувствовать то, что чувствую я Когда слушаю песню, которая меня задевает Значит, я добился своего Я о том чувстве Когда ты слышишь строчку Мелодию или песню И чувствуешь себя словно Да Я не одинок Тебе кажется, будто кто-то написал эту песню для тебя Так же и я ощущал это на протяжении всей своей жизни Есть идея Что-то крутое? О да Огонь Дай нам пять минут Да хоть все десять Я хочу сделать припев с этой строчкой А потом И музыка из припева С прямолинейным ритмом Один раз как следует прокричать ту строчку Я сдаюсь Мне нравится Ты отвергал меня снова и снова Я, блядь, сдаюсь Дай мне эту часть Еще раз Это слишком круто Ты отвергал меня снова И снова И снова И, блядь, снова Но теперь Я сдаюсь Нам нужна отчетливая мелодия Это я говорю вам двоим Как припевная мелодия Понимаете? Еще раз Супер круто Что это? Это я сочинил на днях, когда пытался понять, для чего я это сочинил Да, очень неплохо А последний аккорд припева был роминор Два припева с хуком, два куплета со словами А после твой сильный припев, и мы возвращаемся к чему ты говорил Да Но вместо пианино, хоть оно и напрашивается Переходим к этому бриджу Более обрывистый риф Затем начинается это Музыка затухает, но звучит сильно Очень круто Это тоже будет круто Как дополнение А что потом? Мой череп болит Я напуган Моя душа болит И я боюсь Вот оно Мне нравится строчка На больничной койке Мне тоже Музыка Вторую строчку лучше спеть чисто Неплохо получилось. Надеюсь, трек будет крутой. Это точно. Мы собрали целую коллекцию зарисовок, которые скопились во время записи альбома Фандерол и сделали из них несколько полноценных песен. А зарисовок скопилось немало. Мы отбирали лучшие из них и словно размазывали по трекам. Семь недель — это большой срок для того, чтобы успеть влюбиться в идею песни, несмотря на то, что поначалу тебе она не нравилась. Десять лет назад мы бы не решились браться за половину песен с нового альбома, просто потому, что они бы не понравились лично мне или Крису, или Спи, или Аарону. И даже не стали бы пытаться начинать писать их. Но теперь мы понимаем, что нельзя судить о чем-то, если ты даже не попробовал. Субтитры сделал DimaTorzok На новом альбоме много нетипичных для Андеров приемов, но нам удалось заставить их звучать в нашем стиле, но в совершенно новом ключе. Я полностью это поддерживаю. Мы все шли на взаимные уступки. Когда мы только приступили к записи, дамки звучали очень тяжело. Я сказал ребятам, очень сильно похоже на Define the Great Line или Lost in the Sound of Separation. А это — пустая трата времени. Каждый внес что-то в новый альбом. Даже тот парень, который спал в кресле в углу. Каждый. Да. В прошлом у нас случались разные ссоры. Ну, вы знаете, у кого их только не было. Но в нашем случае этот конфликт только крепчал с годами. Но подходя к записи альбома, каждый из нас был готов перешагнуть через это. Я помню, в первый же день всего процесса записи, когда Тим еще даже не приехал сюда, я уже хотел уйти, сказав «Нахуй надо!» Этот чувак выбешивает меня. Он не может меня выслушать и не воспринимает всерьез. Я пытаюсь быть позитивным. Далой негативный настрой. А он постоянно высмеивает меня. «Нахуй все это! Нахуй!» Поэтому мы распались первый раз. Ничего не получится. Это и есть наш единственный способ творить. Воевать друг с другом. Болезненно проходить через процесс записи и все меньше быть друзьями, когда мы заняты делом. В конце концов, искусство — это цель номер один. И мне плевать, если ты ненавидишь меня по два месяца подряд. Ничего не помешает нам записать альбом. Два дня спустя мы уже нормально общаемся и заново учимся работать вместе. Много дерьма происходит, ведь все мы разные люди. Это уж точно. Пока мы не собрались все вместе, я честно думал, что ничего не выйдет. Мне казалось, будет война. Мы со Спенсером легко находим общий язык. Но когда нас четверо, это совсем другое. Особенно если речь заходит о музыке. Наши вкусы противоположны. Наверное, это странно. Но мне показалось, что впервые на этом альбоме нам с Аароном было позволено оставаться с собой. Часто происходило так. Мы писали песни и показывали Крису с Тимом. Со словами «Наверняка вам покажется слабовато». Мы действительно переживали, что парням не понравится. Но как только мы перестали переживать, наша продуктивность увеличилась. Я думаю, в этот момент мы отпустили прошлое. Это ощущалось постоянно. Некая химия между ними. Если кто-то выходил из себя, он ощущал облегчение от того, что я был рядом с ними. Ведь они знали, что могут поговорить со мной о чем угодно. А вместо того, чтобы продолжать раздувать проблему, я отправлял их делать музыку. Осталось около пяти дней. Мы были здесь почти шесть дней. Послушав песню, до нас дошло, что она не закончена, поэтому переустановили барабаны, чтобы начать запись другой песни, запланированной на субботу. А сегодня как раз суббота. Значит, осталась неделя. А мы до сих пор не закончили вокалы. А также некоторые встречи касательно записи. Поиграем на барабанах. Посмотрим, что получится. Почему мы не работаем вместе? Мы могли поступить иначе. Например, написать несколько треков отдельно друг от друга. Отдать их продюсеру, чтобы он решил, какие войдут на альбом. Вместо этого мы решили взаимодействовать, вникая в песни, которые тебе не нравятся вначале, и пытаясь над ними работать. Никогда не будет такого, что каждому на планете понравится то, что нравится мне. Но я уверен, что если два-три человека из группы разделяют мой вкус, то найдется очень много людей, которым наша работа придется по душе. Мы со Спенсером сочиняли очень грубые поп-песни. Такое дерьмо Андеролф никогда бы не стали выпускать. Тим и Крис не говорили нам, что пизду это. Мы не будем делать попсовые песни. Это не наш подход. Это не Андеролф. Вместо этого они взялись за работу и заставили эти песни звучать как Андеролф. И это прекрасно. От старых Андеролф ничего не осталось еще в 2013 году. Ну, когда мы распались. Теперь мы другая группа. Новый Андеролф. Почему то, кем мы были раньше, так важно? Люди скажут, новые песни не похожи на старых Андеролф. Какая нахуй разница? Если ты пытаешься повторить то же, что делал 20 лет назад, это неискренне. Поначалу фанаты будут довольны, услышав что-то, да более знакомое. Но стоит им слушаться в материал, как они сразу вычислят подделку. Ведь я уже не тот парень, кем был в 2006 году. И не ожидай, что я буду писать то же самое. Как только мы отпустили прошлое, мы сочинили крутой альбом. Это совершенно новая группа. Не те ребята из Андеролф, которых вы знали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА